Полина уже второй год учится рисовать в школе искусств классика. Ей по душе натюрморты и пейзажи, выполненные акварелью. Урока живописи Анатолия Попова юная художница ждала с трепетом. Но после первых слов долгожданного гостя, волнение сменило желание творить. Вот он ваш лист. Вы его сразу возьмите. Всем видно. Вот через центр две осевые линии. Где у нас сердце? В самом центре. А где у нас веточка одна, вторая? Здесь. А где у нас бантик? К изобразительному искусству у учеников четвертого класса отношение особенное. На уроках они пишут сочинения, посвященные художникам и их творениям. Любуются на страницах учебника известными картинами и, конечно же, рисуют. На этих уроках все дети получают только пятерки. Потому что я считаю, что каждый ребенок, что бы он ни изобразил, он изобразил частичку себя. И он старался этим поделиться, и поэтому мы никак не можем это оценить меньше, чем на пять баллов. Искренний интерес у детей к изобразительному искусству Анатолий Попов заметил сразу и решил во время мастер-класса проверить их теоретические знания. Он называл букву алфавита, а дети – фамилию художника, которая на нее начинается. Но и это испытание оказалось для гимназистов несложным. А тем временем новогодняя открытка уже была готова. Мне нравится, как вы работаете. Замечательно. Что мы с вами часа не поработали, а уже столько всего. Ну ты умница, светлая голова. Кто-то из ребят с точностью изобразил сюжет новогодней открытки, а кто-то решил добавить немного фантазии. И те, и другие свои идеи воплотили пастелью. Простой карандаш, мелкие цветные или пастель не требуют предварительной большой подготовки. В процессе работы краска в сторону не летит, никто не вымазался. Дети придут домой чистые, опрятные, аккуратные. Но у каждого получился волшебный рисунок. Девять цветов пастели, они могут создать огромную гамму. Кажется, результат совместного творчества превзошел ожидания не только учителя, но и самих учеников. Мне очень понравилось. Так было интересно. Я люблю рисовать. Я еще хожу в художественную школу. Мне нравится. Мне очень понравилось. Нам все конкретно объясняли. Можно было нарисовать, можно было использовать свои цвета. Также нам разговаривали и мы играли. Этот выездной урок живописи, организованный общественной палатой Одинцовского района, был первым в зимнем сезоне, но точно не последним. Тем более, что заслуженный художник Анатолий Попов признается, рисовать несложно. Главное – краску правильно смешать. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова